Юрий Рыбадзей, передаю тебе слово, генеральный директор ВСК Мед. Всем привет, я рад приветствовать всех коллег. Компания ВСК Мед супермолодая, нам в нашей текущей реинкарнации меньше года, и поэтому после доклада коллег из Магнита, конечно, нам было бы, наверное, наивно рассказывать про изменения внутри нашей компании. Нам еще нечего менять, мы только сетапим саму культуру, самим производственным процессом. Но у меня для вас есть кейс, мы уже успели вывести несколько интересных продуктов, мы делаем корпоративную медицину, не страховую, да, внутри страховой группы ВСК, но тем не менее мы медицинская компания. И хочу рассказать, кейс, основанный на изменениях законодательных, изменениях технологических и сопротивлении рынка тому предложению, которое мы, основываясь на изменениях, сделали. Все вы здесь присутствующие, я уверен, не мне вам рассказывать, какие существуют льготы и бенефиты для наших белых воротничков. ДМС привычно совершенно льгота, как мы шутим в страховой группе, в компаниях технологичных. Второй вопрос на собеседование, который задает человек, кого привлекает на работу, какой у вас ДМС, какие клиники включены. Постепенно цифровизовываются, появляются цифровые, виртуальные клиники, появляются, это предлагают многие страховые компании, есть какие-то мини-ДМС для компаний, у которых бюджет ограничен. Уже получилась в стране психологическая поддержка, появляются такие инновационные вещи, как онлайн-тренировки, как компоненты бенефитов-лиготов. Трекеры привычек, челленджи, и можно еще дальше продолжать, если там будет все меньше звездочек, как бы там ни было, белые воротнички у нас привычны к тому, что работодатель окружает их льготными бенефитами вокруг их здоровья. Есть и не воротнички. Наверное, есть богатые компании, точнее точно есть богатые компании, конечно, не все газовые, добывающие компании, где возможно все звездочки будут заполнены, но когда мы говорим про 95% игроков рынка и 95% сотрудников, кто не работает в нефтегазовой отрасли, переработки и нефтехимии, то в целом ДМС не является привычной льготой для склочан, для водителей, не всегда оператор торгового зала, сотрудник торгового зала обеспечен ДМС. И еще меньше востребованы и предоставляются работодателям такие вещи, как психологическая поддержка, онлайн-тренировка – это уже вообще какая-то экзотика для синих воротничков. Но при этом мы видим, что дефицит, разрыв между вакансиями и резюме у нас резко возрос. И мы посмотрели внутрь, мы посмотрели на хантер и поняли, что, я думаю, что многие из вас тоже это чувствуют, что именно в 2022 и 2023 году конкуренция за сегмент так называемых синих воротничков, рабочий персонал, производство, строительство, водители, она резко увеличилась. И теперь работодатели стоят перед вопросом, как окружать заботы этих сотрудников, как делать так, чтобы они не болели, точнее меньше болели, простите, пожалуйста, меньше бухали и эффективнее работали, как их привлекать с рынка и удерживать. И вот здесь мы внутри нашей компании подумали, что мы как медицинская организация, которая, ну у нас есть обычные продукты, которые предоставляют мы, наши конкуренты, это врачи офиса, психологи, онлайн-психологи офиса, предрейсовые медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры, чекапы на производстве и так далее. Как мы можем использовать те законодательные изменения, фундаментальные сдвиги, вот этот вот изменившийся запрос работодателя, а также технологическую основу, что мы можем предложить рынку. Ваши коллеги, кто занимается охраной труда, я уверен, точно знают, возможно, вы тоже погружены в это, что у нас с 1 сентября полностью легализована технологий дистанционных предсменных осмотров. Для большинства, у нас 6 миллионов водителей, и для большинства из них теперь доступно допуск на рейс через методику программно-аппаратных комплексов, которые устанавливаются на производстве, в магните это внедрено уже там давно, и постепенно это получает распространение в больших, малых компаниях, логистических, перевозчиках и так далее. И на производстве тоже. Долгое время этот рынок находился в таком непонятном состоянии, но вот теперь миллионы людей каждый день могут проходить тонометрию, алкометрию, другие контроли, и эти данные становятся оцифрованными и передаются в медицинские компании, такие как наша, например. Вместе с тем, законодатель с сентября этого года, например, обязал всех сотрудников, кто проходит эти осмотры, дважды в год проходить химико-какитологические исследования на наркотики. И при этом, вот это очень важно, мы понимаем, что последние 10 лет на рынке медицины для работодателей барьерные процедуры, превентивные меры, сохранение и поддержка сотрудников появилось очень много компаний с действительно хорошими, крутыми продуктами, разработками. Я уже упоминал программно-аппаратные комплексы, которые уже многим известны, появляются биохимические инализаторы, которые можно разместить на производстве, которые позволяют там оперативно брать анализ крови и, например, считать уровень холестерина в крови. У нас в России есть единая государственная информационная система здоровья, где все наши с вами данные медицинские оцифровываются, медицинские компании должны передавать туда всю медицинскую дейту, которую они обладают. Я не буду перечислять прямо все, наверное, подчеркну прямо крутые решения, такие как система контроля функционального состояния водителя в ходе рейса. Это, допустим, камеры, которые ставятся на автомобиле, на панель, и они считывают видеопоток и контролируют засыпание, наклон головы, использование мобильного телефона в ходе рейса у водителя, ну и дальше запускается процедура контроля. Уже некоторые наши клиенты оборудуют складские помещения экзоскелетами, мне тут один из наших крупных клиентов сказал, что мужчины не используют экзоскелеты, ну, по разным причинам, но зато у них теперь на фоне дефицита мужчин на производстве появились женщины, которые работают на складе в экзоскелетах. Для меня это было новостью. И, естественно, что медицинские компании уже давно освоили платформу для организации динамического медицинского наблюдения, это и внутри ДМС, работают внутри других сервисов. Так вот, мы поняли, законодательство обязывает работодателя и так тратить деньги на осмотры. Кто-то делает это, простите, там, фейковые справки покупает и экономит на этом, кто-то делает это ровно в том объеме, в котором требует законодатель, кто-то перешел на дистанционные осмотры, кто-то нет. И, значит, второе, появилось большое количество медицинских устройств, которые все связаны через интернет, передаются данные, их можно складывать в медицинскую формационную систему, интерпретировать. И вот мы постарались в единую цепочку собрать продукты для того, чтобы работать с двумя ключевыми проблемами, двумя ключевыми причинами смертности людей в России и на производстве в частности, и травматизма. Первое, для никого не является секретом, что болезнь из системы кровообращения это главная причина смертности, она втрое превышает, например, онкологию. И уж точно там, ну, а вот это уже специфика России, что у нас люди, особенно в сегменте синих фортничков, не складывают, ну, долгие годы складываются паттерны, они не занимаются своим здоровьем, не до этого, нет времени, менталитет. И 60% водителей у нас, например, водителей страдают гипотонической болезни, узнают о ней только тогда, когда проходит медицинское свидетельствование. И вот тут мы подходим к тому, что с этим можно сделать, что мы предложили рынку. Вот справа, то, что вы видите, это утвержденная всемирная организация в здравоохранении, система расчета, SCORE, это прогноз риска развития тяжелых заболеваний сердечно-осудистой системы или смерти в течение 10 лет. Вот любая цифра, которую мы здесь видим, я не буду увеличивать, она говорит о том, что, ну, например, вот посмотрите, в самый правый низ Россия относится к сегменту D, там сегмента относятся к такие страны, как Голландия, Дания, где все хорошо с экологией, со стрессом, уже внедрены все гибкие графики и система благополучия. Россия – это D. И мы смотрим правую часть, вот у нас мужчины в основном заняты в сегменте синих фортничков, и там страшные цифры есть – 17%, 23%. Если очень коротко говорить, то, к сожалению, мужчина 50-летний, который курит и у которого давление превышает на 10 пунктов норму, превышение на 10% нормы давления увеличивает вероятность умереть приблизительно с 18% почти до 30% в течение 10 лет от болезни сердечно-сосудистых заболеваний, если у него не в порядке холестерин. И мы, например, вот эти вещи, основываясь на тех технологических разработках, которые рынок нам предоставляет, умеем считать. И дальше мы понимаем, что если мы сотрудникам, совместно с работодателем, можем рассказать, смотри, братишка, ты каждый день сдаешь нам анализы, мы их складываем аккуратненько, интерпретируем, и мы понимаем, что ты находишься в зоне риска. Да, ты зарабатываешь деньги, да, ты хочешь каждый раз выходить в смену, и ты заботишься о своей семье при любом состоянии здоровья, выходя в рейс. Но когда-то это может закончиться очень плохо и для работодателя, и для, ну, простите, и подвижной состав, и груз, которую он перевозит, и ты получишь травму, и еще кого-то, не дай бог, убьешь. И мы стали выявлять рисковые группы сотрудников, при этом для этого не нужно ничего делать. Мы просто берем эти данные, складываем, интерпретируем, и наши врачи, кардиологи, терапевты связываются и превентивно сообщают о том, что нужны какие-то просто корректировки, например, фармакологического лечения, которые просто снизят артериальное давление, и в дважды, в два раза упадет вероятность человека умереть, ну, или, например, получить приступ гевертонический за рулем. Вторая группа инцидентов, с которыми можно работать, и рынок уже предоставляет соответствующие продукты, это ДТП, связанные с алкоголем и с потерей концентрации за рулем и засыпанием. Совокупно эти ДТП составляют 13-15% от всех, которые происходят в парках юридических лиц, но летальность, бой подвижного состава, груза, а также нанесение вреда лицам, третьим лицам, у этой группы ДТП, она превалирующая, порядка 85% смертей происходит именно по этим двум причинам. И мы, как я уже говорил выше, здесь отдельного слайда у меня нет, но вот эти системы, например, замок, антисон, мы стали работодателям упаковывать это в единый продукт и предлагать, как часть большой страховой группы, мы понимаем, например, что установка, вот комплексные решения, которые мы даем, они снижают убыточность, в том числе показка, например, на 5-15%, и вот как экосистемное решение мы это даем крупным работодателям. В итоге мы приходим к владельцам бизнеса, к генеральным директорам крупных, малых логистических компаний, к производственникам и говорим, ребята, смотрите, вы и так платите по закону за осмотры, мы интерпретируем эти данные, разбиваем ваш коллектив на здоровых условно, или, как мы шутим, недообследованных, на тех, кто не имеет серьезных заболеваний и на две группы, с которыми нужно работать. Это оранжевая группа и красная группа. Красная группа – это 2-3% любого крупного коллектива, к сожалению, производственного коллектива. Это люди, которых надо госпитализировать в ближайшее время. И если этого не сделать, то на горизонте нескольких лет с этими людьми произойдут необратимые последствия. Оранжевая группа – это порядка 10% людей, это люди, у которых есть риск развития заболеваний, и вовремя связаться с ним, назначить план лечения, это вывести его из оранжевой группы в желтую, и человек будет спокойно работать дальше на работодателя. И вот мы начали нашим клиентам говорить о том, что смотрите, мы вот даем продукт, фактически это снижение смертности травматизма, уменьшение длительности больничных, и тут мы выяснили, вот конкретно в этом году мы поняли, что у работодателя, работодатель стал смотреть на эти продукты еще и как фактор привлечения и удержания сотрудников. По сути, они стали интерпретировать это как мини-ДМС. Вот если вернуться к тем первым, тому слайдам, которые я показывал, для офисных сотрудников, для айтишников, для инженеров у нас там любое медицинское обслуживание, и вот только сейчас для синих воротничков компании там не самые богатые стали понимать, что их можно привлекать и удерживать, вот, например, выбирая такие инструменты контроля их здоровья и заботы о них. А теперь самое интересное как раз про сопротивление изменений. Вот рынок, ну, для нас заказчиками являются инженеры охраны труда, SEO, владельцы бизнеса. Мы в своей страховой группе много лет говорили про то, что нужно как-то медициной водителей, окутать их медицинской, значит, заботой. И вот только сейчас, когда вот эти разрывы вакансий, их резюме стали появляться, руководители компании стали интересоваться этим и выделять бюджеты. Но дальше мы столкнулись с тем, что эти изменения не воспринимаются самими сотрудниками. Точнее, нам декларировали, что мы-то заплатим деньги, а вы организуйте для них вот все, что у вас здесь написано в слайдах, вот чтобы кардиолог звонил и назначал лечение, чтобы он не бился на своем автомобиле. Но только нам говорили владельцы, только людям это не нужно. Ваши, мы все настроим, деньги заплатим, а вашего кардиолога просто пошлют, потому что, что он скажет, что нужно лечиться, а ему некогда лечиться, что ему нельзя в рейс выходить, потому что у него там пары алкоголя остались в воскресенье, он все равно пойдет. Вот так нам говорили. И вот здесь, я напоминаю, мы компания маленькая, мы только начали оформлять портфель, но уже вот чуть-чуть статистичных данных у нас появилось за второй и третий квартал. Левая часть слайда. Мы, обслуживая портфель, там уже в несколько, ну там приближающих к десяти тысячам пациентов, вот мы выявили 360 водителей, это все про водители данных, чисто от водителей. У кого, кто относится к той самой красной и оранжевой зоне, 345 раз наши сотрудники, сотрудники нашей компании смогли связаться с этими людьми и вот апеллируя к тем таблицам, которые я показывал, говоря о том, что сделай паузу, сейчас займись своим здоровьем и ты, ну ты просто больше проживешь, ты о своей семье будешь заботиться и не подведешь ее тем, что ты просто умрешь. 345 звонков мы смогли связаться, где-то нужно было привлекать наших заказчиков в лице стейкхолдеров проекта, в лице инженера охраны, HR-а, и 217 планов лечения составлено контролируется, совершенно нормально, водители воспринимают разговор профессиональный и они уже работают с нашими врачами и делают то, что им говорят врачи и внутри коллективов распространяется информация о том, что этот работодатель дал нам такую возможность и ему не пофигу на нас. А вторая, правая часть слайда, это вообще даже для меня стало сюрпризом. Нам по реестру передают, ну как и в офисных компаниях, в IT-компаниях, каждый из 20 тысяч сотрудников, 35 тысяч сотрудников Яндекса может позвонить онлайн-психологу. Можно в офлайн, можно в онлайн. Нет проблем. И мы все давно знаем, что там 15-20 процентов людей этой опцией пользуются. В каких-то компаниях уже больше, какие-то меньше. Ну вот мой опыт работы в ДМС несколько лет назад об этом говорит. Но когда мы заходили на рынок производственников, перевозчиков, мы были уверены в том, что ну уж психолог, кардиологов еще слушать будут. Это врач. А психолог это вообще никто для наших сотрудников. Две тысячи, ну почти три тысячи переданных нам на обслуживание людей, то есть те, кто мог позвонить онлайн-психологу. Это водители. 221 консультация. Да, это не 20 процентов, но 10 процентов людей, водителей, позвонили. И для нас было приятным сюрпризом, что каждый второй воспользуется повторной консультацией. О чем это говорит? О том, что стереотип, который существует на рынке, и в том числе даже у самих руководителей бизнеса, о том, что нормальный русский мужик никогда не позвонил психологу, это стереотип уже разрушенный, и изменения уже произошли. Поэтому я уверен в том, что вот этот уровень проникновения востребованности медицинских сервисов для наших синих воротничков, он будет расширяться. Но на этом месте, я там подведу, наверное, черту под рассказом, мы поняли, что даже вот эти стереотипы, о том, что о людях там синие воротнички, они стоят в очереди, для того, чтобы их сделали на работу, он уже разрушен. Следующим этапом мы предсказываем, что внутри работодателей будут все больше и больше получать спрос продукта, ориентированный на заботу об этой части наших сотрудников. И, к счастью, хорошая новость для нас всех, что большое количество компаний умеют уже собирать прикольные продукты, технологичные продукты, и поставлять это так, как мы в свое время, 10 лет назад, все научились заботиться о сегментах белых воротничков. Вот такие изменения. Спасибо большое.